ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь. Суперфуд. Что такое суперфуды? Как их принимать? Могут ли они заменить какие-то БАДы, витамины и обычную еду? Давайте, Наташа, сразу к этому вопросу. Что такое суперфуд? Суперфуд – это продукты питания, которые, в отличие от других продуктов, более насыщены фитонутриентами, питательными веществами. И как раз сейчас пошла на них такая мода, как вы могли заметить. И почему, я думаю, что она пошла, это как раз потому, что мы все увлечены здоровым образом жизни. Верно. Мы даже в унисон тут это произнесли. Они, в принципе, вот насколько я знаю, семена чиа, ягоды годжи и так далее, они все такие продукты, скажем так, не российские, не произрастающие в наших широтах. Как усваивает ли это наша ферментативная система? Смотрите, здесь есть вот такая теория, что все наши предки, они были кочевниками. То есть из одной территории в другую передвигались. И ферментативная система у многих, она действительно адаптировалась. Но опять же, нужно смотреть, какой продукт мы рассматриваем. И, к примеру, те же ягоды годжи, да, они могут быть и полезны в состоянии невысушенном, то есть в свежем состоянии для тех населений, которые его используют. И когда они к нам приходят, они уже в сушеном виде. Витамин С, которым они как раз богаты, там уменьшается в разы, даже в десятки раз. И если сравнивать с нашими продуктами, то мы альтернативу тоже можем найти. Тоже можем применить, да. Давайте сейчас сразу перейдем. Я перечислю основные суперфуды, да, которые сейчас как-то модно обсуждать, модно принимать. И все-таки мы, может быть, какие-то мифы, да, мифы либо правду, ну, может, сейчас рассмотрим. Вот, например, спирулина и хлорелла, да, это микроводоросли. Их сегодня только ленивые не рекомендуют принимать, ну, я имею в виду, там, какие-то фитнес-тренеры и еще что-то. Вот что здесь? Чем она богата? Насколько она усваивается? И так ли она нужна? Спирулина, да, действительно, это хороший источник белка. Там достаточно много аминокислот и как раз 8 незаменимых, о которых говорят. Да, если человек, например, полностью отказывается от животного белка, то ему нужно восполнять аминокислоты. Опять же, нужно смотреть, что, например, ее сравнивают иногда с говядиной, да, что она в разы превосходит по белковому составу, но там в 100 граммах. То есть мы должны понимать, что мы ее использовать должны в этих количествах. И плюсом есть люди, которым действительно тяжело использовать животный белок, там снижена, например, кислотность. И здесь это как альтернатива. Если говорить о хлореле, то тоже сейчас очень популярно. Здесь важно, чтобы она была в жидком виде. То есть не в сушеном, потому что там уже все питательные вещества тоже в меньших концентрациях. И, да, это источник достаточно большого количества витаминов. И там тоже есть незаменимые жирные кислоты. Но тоже нужно понимать, где она изготовлена. То есть хлорелу ее сейчас, получается, в таких лабораторных условиях выводят. А нужно добыть из природы, правильно ли я понимаю? Ну, они штамм берут из природы, и в лабораторных условиях ее уже не синтезируют, а выращивают. И, соответственно, да, это наоборот даже плюс, потому что вы точно знаете, какой источник. А сушеным видят тут вопрос о количестве тех веществ, которые нам нужны. Ага, я вот еще вернемся к спирулине. Насколько знаю, что даже для тренировок, для тренировочного процесса, тот, кто занимается фитнесом, более серьезно, что тоже рекомендуют, что якобы это полезно. Что здесь скажете? Здесь как раз вот она источник белка. И когда идет тренировочный процесс, да, белка, нам потребность в белке увеличивается в разы. И если мы говорим о том, что нужно нам добрать, например, те же 2 грамма на килограмм идеальной массы тела, то здесь нелегко набрать вот животным белком. И это не всегда полезно, такое огромное количество. И здесь спирулину можно добавить. То есть она здесь даже рекомендована? Уместно, да. А давайте еще вот тоже семена чиа. Тоже такой тренд. Везде даются рецепты, как сделать смузи, да, там что-то еще. Расскажите про них, насколько это тоже полезно может быть для нас и какие компоненты и микроэлементы она дает нам. Семена чиа, они очень богаты и белком, и полиненасыщенными жирными кислотами. Это как раз вот сейчас, если смотреть рацион современного человека, он достаточно беден по хорошим жирам. То есть или перебор идет насыщенных, или перебор омеги-6 и недостаток омеги-3. И как раз семена чиа могут восполнить дополнительно, да, эти хорошие источники жира и белка. Опять же растительного, чтобы у нас было, например, и растительный, и животный белок в комбинации. Они, в принципе, по составу мне очень нравятся. И если говорить по альтернативе, например, то это может быть, например, льняной жмых, да, или льняная семена льна перемолотая. Почему перемолотая? Потому что раскусывать их мало кто будет. Или это сложно, или на бегу, на ходу у нас обычно это все происходит. Поэтому перемолотая семена льна. А чиа, я вот тоже смотрела информацию, что наши предки очень ее давно уже использовали. И даже в какие-то походы шли и запасались вот этими семенами. Да, потому что они действительно, питательная ценность у них очень высокая. А тут еще тоже, я думаю, что важно, наверное, нашим слушателям сказать о каких-то дозировках, да, что как-то придерживаться, да, не борщить, что называется. Да, здесь, смотрите, если смотреть, рассматривать среднестатистического человека, то это 30 грамм примерно. Так же, как орехи, то есть... Это сколько принесли ладошками мерить? Я знаю, что горсть орехов в сутки достаточно. Да, горсть, а семена льна, то есть семена чиа или семена льна, да, это столовая ложка тоже такая с бугром. Это на сутки, в общем-то, дозировка. На сутки, да, да. И из семян чиа очень можно делать такие замечательные десерты, пудинки. То есть, в принципе, их мы включаем тоже в рацион активно. А вот ещё расскажите про киноа, крупа киноа тоже, тоже они много говорят. Чем же хороша она и есть ли какие-то, скажем так, аналоги? Кино, чем хороша она, как раз тоже содержит полноценный белок, который содержит 8 аминокислот и также жировая там составляющая хорошая. Плюсом кино – это псевдозлак. И многие люди вот сейчас очень чувствительны к глютену, как оказалось, и по практике, и очень о многом тоже эти говорят сейчас. Здесь какая ещё может быть альтернатива, если нашим крупам смотреть, это греча, к примеру, её использовать. Также на слуху сейчас тоже у тех, кто увлекается ЗОЖ, это амарант, но это тоже вот из того семейства киноа. Тоже псевдозлак? Да, псевдозлак. А что такое псевдозлак? Ну, то есть, это получается даже как семейство семена. Семена, да. И в отличие от круп, которые у нас в основном представлены, там нет глютена и вот этого белка занулина, который может способствовать тому, что нарушать сцепку клеток, кишечника. А может быть, ещё какие-то мы сейчас суперфуды перечислим, какие бы вы, например, рекомендовали, каким присмотреться, какие попробовать, да, и какие-то действительно, может быть, аналоги из обычных продуктов, нам знакомых, но, может быть, забытых. Так, если говорить, например, о ягодах Годжи, то аналог может быть шиповник, и даже в высушенном виде у него в разы витамин С сохраняется лучше. Лучше. Дальше это клюква. То есть, в отличие от каких-то других там заморских ягод, здесь тоже и витамин С, и она не кумулирует различные токсины окружающей среды. Вот у неё такое свойство есть. Плюс квашеная капуста – это тоже источник витамина С, и это ещё пробиотик. Так, наша микрофлора очень нуждается в компенсации иногда кишечника, а весь наш иммунитет и молодость именно в кишечнике зарождается. Поэтому квашеную капусту тоже используйте. Если вы её плохо переносите, тогда сок можно пить квашеной капусты. Так, что ещё? Гранат. Гранат. И чай, зелёный чай. Вот как раз у нас сейчас ещё мода на чай-мача. Да, это ферментированный чай. И он чем полезен и чем может, ну вот здесь быть, как он уместен, если, например, есть пристрастие к кофе для бодрости, очень часто у нас люди без энергии ходят, он очень такой концентрированный и даёт энергию. В отличие от кофе, меньше кофеина, там примерно раза в три. Но опять же, если он недоступен, то это 3-4 чашки зелёного чая тоже дадут как раз вот эти кофекины. Эффект бодрости, да, вот этот. И без вот огромного количества кофеина. А какие-то, может быть, травы, не знаю, вот тоже, ну о ягодах мы поговорили. Кстати, вот облепиха из ягод. Облепиха, да. Отличный тоже вариант, забыла её. Там и... Для витамина С, да. Да, витамин С, кардиноиды и Е, поэтому очень тоже... А какие-то, может быть, травы, да, вот сейчас на зимний период, чтобы посоветовали как-то разнообразить свой чай, да, который мы завариваем. Может быть, какие-то травы ещё добавить? Ну, здесь, значит, ромашка, иван-чай, значит, какие ещё можно использовать? Так. Ну, иван-чай, да, тоже, я бы назвала его тоже суперфудом, потому что у него очень много тоже микроэлементов, и, да, он тоже исследуется и даёт очень много полезных веществ. Детоксикационными свойствами обладает, насколько я знаю, да. Хотела бы вот ещё такой вопрос затронуть, как антиоксидантные свойства суперфудов. Расскажите здесь поподробнее, что это такое, и почему это важно, и как понимать, ну, как выбирать продукт и понимать, что у него, например, это высокие свойства антиоксидантные, у кого-то, например, их нет. Ну, тут даже есть такой специальный индекс. Единственное, что сейчас вот по антиоксидантному индексу, ну, что он вообще говорит, это как продукт способен захватывать активные формы кислорода. Когда у нас идёт окислительный стресс в организме, когда функция детоксикации нарушена, здесь, конечно, вот они вмешиваются в этот биохимический процесс, захватывают активные формы кислорода. Ещё раз вернёмся, активные формы кислорода, они опасны, да? Чем они опасны? Они опасны тем, что вот как раз идёт окисление, потом системное воспаление в организме, и это может привести к заболеваниям различным. Не будем перечислять их, очень много. И, соответственно, вот каждый этот продукт, он обладает этими веществами, которые мы говорили сегодня, и выводит, можно сказать, токсины из организма. Но единственное, что вот этот индекс, он, конечно, если разбираться, он сделан в лабораторных условиях, то есть оценивает. И мы никак не знаем, как пойдёт это всё в организме, потому что сейчас очень повальное увлечение антиоксидантами извне, то есть это добавки различные, кто-то даже делает капельницей, и вот я без генетического анализа это крайне не рекомендую делать. Сейчас, знаете, даже, например, увлечение тем же грейпфрутом, кукурмой, это тоже может отрицательно пойти, потому что у многих... То есть не исследовано до конца, да, и в таких больших количествах активных не рекомендуется. Не рекомендуется. Это как раз лучше из еды брать. И вы знаете ещё, наверное, про антиоксиданты, если говорить, мне очень нравится ещё маточное молочко. Это природный тоже антиоксидант, и здесь тоже как такового перебора не будет. Ну, там же микродозы буквально небольшие, да, там для приёма, по-моему, с утра принимается, да, почленное маточное молочко. Вот, а я, насколько знаю, оно ещё богато тоже разными компонентами, которые усваиваются. Да, там очень много фитонутриентов, активных веществ, которые тоже способствуют и иммунитету, и вот антиоксидантной защите. Смотрите, можем ли мы заменить... Ну, люди, которые заботятся о своём здоровье, да, всё-таки принимают ещё какие-то витамины и БАДы, да, не будем уж их перечислять, но тем не менее. Так вот, может ли суперфуд заменить этот приём БАДов и витаминов? Он может заменить только в том случае, если нет дефицитов. Если уже есть дефицит того или иного витамина, то здесь мы не заменим. То есть нам нужна такая лечебная доза, и опять же я всех призываю только через обследование это проводить, потому что сейчас очень модно различные схемы, различные вот какие-то комбинации выкладывают в интернете, и человек, не знаю, чем может навредить себе. То есть у нас, когда проходит вообще вся система детоксикации, она идёт несколько этапов. На каком этапе поломка, мы не знаем без анализов. И, соответственно, мы можем в том или ином случае где-то навредить. Например, вот как раз про травы говорили, тоже у нас очень актуально зверобой использовать, но не всем тоже, опять же. То есть нужно сдать какой-то там перечень анализов, да? Ну, это генетику нужно сдать и посмотреть, как работают ферменты детоксикации. Это какой-то особый анализ, да, ферменты детоксикации? Ну, это вот как раз генетический анализ, делают генетический паспорт, и там уже это прописано. И ещё последний вопрос у нас уже, программа подходит к концу, про питьевой режим. Как всегда, мы к нему всегда стараемся вернуться, потому что это важно. Вот что скажете здесь. Я, насколько знаю, что спирулина, она, в принципе, запускает детоксикационные процессы, да, она требует увеличения. Увеличения, да, количества воды. Да. Обязательно. Сейчас есть различные мифы. Говорят где-то, что и не надо пить воду, если организм не хочет. Да, но это миф. Есть, вот знаете, такие, значит, понятия, когда не надо ничего доказывать. Мы из воды состоим. Вода – это растворитель, вода – это переносчик питательных веществ. И поэтому для того, чтобы избежать даже камнеобразования, каких-то отложений солей и так далее, воду обязательно нужно пить. Чистую, фильтрованную воду. 30 мл на килограмм веса, да? Да. И мужчинам – 35 мл. Мужчинам больше, да. Я благодарю за интересный разговор и напоминаю, что у нас в студии была врач-терапевт Наталья Сычева. Это доктор-нутрициолог, диетолог и специалист превентивной медицины. Спасибо большое за разговор. Спасибо. Всего доброго. До свидания. ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь. Возрастное ограничение к приложению Инстаграм 12+.